КОРЕЙСКИЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА Но об одном вы точно слышали. Это тэквондо. Сегодня познакомимся с этим видом спорта подробнее. Название тэквондо состоит из трех частей. Тхэ – нога, квон – кулак, до – путь. То есть в свободном переводе тэквондо означает «искусство боя ногами и кулаками». Это олимпийский вид спорта, особенностью которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков. История возникновения тэквондо была небыстрой и длилась примерно с I века до н.э. по VII век н.э. В основу корейского боевого искусства легли два национальных единоборства – субак, использующий высокие удары ногами и атакующие действия кулаком с локтем, а также тхэкьон – боевая техника прыжков, сопровождаемая ударами ног и атакой ладонью. Во времена Средневековья эти два боевых искусства получили активное развитие и поддержку на всем Корейском полуострове. Искусственный боец мог сделать карьеру государственного чиновника, а приемы субак изучались в знатных семьях, в том числе и при дворе императора. Само название тэквондо появилось намного позже, однако его приемы и техники стремительно развивались до самого XX века. С начала японской оккупации в 1910 году и до окончания Второй мировой войны и освобождения Кореи в 1945 национальные виды рукопашного боя были запрещены. Легально можно было изучать только японские виды единоборств, поэтому занятия традиционными корейскими боевыми искусствами проводились тайно. После освобождения Кореи от японской оккупации начинается новый виток развития национальных видов борьбы. В 1955 году генерал Чхве Хон Хи, пользуясь своим служебным положением, включает приемы и техники корейских единоборств в программу подготовки личного состава вооруженных сил. Все эти приемы, техники и направления рукопашного боя получают название тэквондо. Сейчас этот вид спорта активно развивается и в России. Чтобы узнать все тонкости и нюансы, мы пришли в спортивный клуб «Эффект». В федерацию тэквондо ITF наше отделение входит. Все дети проходят обязательные официальные аттестации. К нам иногда сюда, в наш клуб приезжают, ну, скажем так, высокопоставленные специалисты по тэквондо, принимают аттестацию наших детей. Иногда это выездные мероприятия. Вот, все это соответствует стандартам вида спорта, стандартам федерации. По всем нормам и правилам ведутся также документы. У них спортивные книжки есть у всех, куда записываются достижения, различные прохождения аттестации, присвоение поясов и каких-то других регалий, связанных с этим видом спорта. Все официально. Для тэквондо все возрасты покорны. Им могут заниматься и мужчины, и женщины. Для этого не требуется обладать силой, особым весом или другими анатомическими особенностями. Здесь настолько много приемов и методов, что для каждого участника найдется индивидуальный комплекс с учетом его физиологических особенностей. Это универсальный вид спорта, где нет вообще возрастных ограничений. Можно прийти и в 30 лет заниматься и достичь каких-то результатов. Можно и в 40 лет. То есть это зависит от самого человека, какие вот у него цели. Либо для здоровья, либо чтобы завоевать какие-то звания, либо завоевать пояс. Тут не имеет значения возраст. Тэквондо – это провысокие удары ногами, прыжки и разножки. Для этого обязательно отличная растяжка, координация и даже элементы акробатики. Собственно, это и является основами подготовки маленьких спортсменов, которые могут начать заниматься уже в дошкольном возрасте. Набор детей в спортивный клуб «Эффект» ведется круглый год. 3,5-4 года сейчас – это минимальный возраст, с которым мы приглашаем попробовать. Опять же, это все очень индивидуально. И, в принципе, формат нашего клуба до 14 лет предполагает развитие. И дети могут буквально с нуля, без подготовки, вот в этих возрастных пределах прийти и начать заниматься. У нас существует три группы. Они условно называются средне-старше-младше, но это больше характеризует даже не возраст, а уровень подготовки детей. И как только они доходят до какого-то уровня, им всегда предлагается перейти в следующую группу, в следующий этап. Мой сын Тагира выходит в «Эффект» ровно год. На тэквонду ему 5,5. Поначалу это была как дополнительная нагрузка. Сейчас уже сын видит будущее, хочет также получить черный пояс. Он очень мечтает уже выступать в спарринге, пока вот он в младшей группе. Поэтому думаю, что это будет неким таким этапом его жизни. Обучение начинается с изучения формальных движений, которые доводятся до автоматизма. Это основа всей техники тэквондо. Она называется туль. Воспитанники учатся ударом рукой, ногой и блоком. Особое внимание также уделяется общей физической подготовке. Следующий раздел обучения называется массоги. Это спарринги, которые проводятся после изучения базовой части и достижения определенного возраста. Соперники подбираются по уровню, чтобы у новичков была возможность проявить себя. Учебный раздел о самозащите называется хосинсуль. Соревнования по нему не проводятся, но есть показательные выступления. Если вы когда-нибудь видели, как спортсмен кистью одной руки разбивает кирпич, то, вероятно, это было тэквондо. В некоторых его подвидах силовое разбивание предметов и специальная техника являются отдельными видами соревнований. Три, два, и! Мы разминаемся, тянем шпагаты, удары какие-то, по станциям работаем, спарринги и тули. Моя любимая часть тренировки – это спарринги, потому что ты можешь немножко практиковать свою выносливость и храбрость. Соревнования по тэквондо позволяют определить более сильного бойца, который во время поединка должен показать всю свою силу, выносливость, скорость, самоконтроль, точность и аккуратность движений. Лучше, чем у противника технику нанесения ударов, перемещений финтов и защитных блоков. Соревнования и аттестации, они все равно ребенка подбадривают, они ведут на какой-то новый уровень, они все равно хотят дальше тренироваться. Вот те дети, которые не выступают на соревнованиях и в аттестациях, ну, родители якобы привели, да мы просто, просто так. И они, в принципе, они уже там научились махать ногами, махать руками, и у них уже желание начинает нападать постепенно, потому что нет дальнейших, они не видят дальнейших целей. Соревнования, ну, проходят в основном где-то один раз в месяц в среднем. В Москве и области они проходят, вплоть до всероссийских соревнований участвуют наши спортсмены. Летние сборы мы практиковали, опять же, по возможностям и запросу родителей, у нас есть такие условия. Для самых юных участников секции по тэквондо предусмотрены особые соревнования, где они должны продемонстрировать правильную технику и умение контролировать свое тело. К спаррингам допускаются только опытные спортсмены. Они выходят на соревнованиях по два человека, и они показывают технику ударов ногами, технику ударов руками, блоки, и оценивается тот ребенок, кто делал более понятнее, более у него скорость была, и мертвая точка в конце каждого удара, каждого блока была. Тэквондо МФТ в спарринге проходит с 10 лет из зеленого пояса, чтобы ребенок уже осознанный был. И раньше, до этого возраста, нельзя выступать на соревнованиях, чтобы не развивать чувство страха у детей. Вот именно, чтобы это было красиво, интересно, с 10 из зеленого пояса. Услышав про удары и поединки, сразу возникает вопрос о травмоопасности. Однако переживания здесь напрасны. По части защищенности спортсмена и числа защитных элементов экипировки, тэквондо можно назвать одним из наиболее безопасных видов. Мы, когда идем на спарринг, мы одеваем перчатки, одеваем шлем, капу обязательно, если девочки, то они одевают бандаж, если мальчики, то снизу бандаж, накладки на ноги и футы на стопы. В тэквондо система поясов занимает важное место. Светлые цвета указывают на начинающих, в то время как темные представляют более продвинутых спортсменов. Философия системы поясов направлена на стимулирование стремления к прогрессу и самосовершенствованию. Каждый цвет имеет свое философское значение, отражающее опыт и достижение бойца на протяжении его обучения. Система поясов охватывает не только физический аспект, но и важные умственные навыки, такие как баланс, концентрация и сила. Я занимаюсь в тэквондо 4 года. Я умею делать комплекс на желтый пояс. Я умею бить многие удары. Мне было тяжело добиться желтого пояса, потому что нужно было очень сильно трудиться. Но я справлялся с задачами. В будущем получить черный пояс и выигрывать на соревнованиях в чемпионате России. Тэквондо предполагает через физические нагрузки и совершенствование боевой техники достичь духовной концентрации, гармонии тела и разума, с помощью которых спортсмены могут дорасти до небывалых высот мастерства. Годы тренировок преобразуют тэквондиста не только внешне, они изменяют его внутренне, влетая в его характер лучше человеческие качества, главные ценности тэквондо. Я занимаюсь уже год и начала заниматься из-за интереса к боевым искусствам. Я просмотрела многие боевые искусства и больше по душе мне пригляделось тэквондо, потому что оно более серьезное и требует ответственности. А как в жизни тебе тэквондо помогает? В жизни оно мне помогает физически, то есть я почти не болею. Начала следить за эмоциями, иногда сдерживать, иногда проявлять больше. Но в будущее я планирую продолжить заниматься и дойти до черного пояса. С самого первого дня начинающий спортсмен не только учится правильным движениям и ударам, но и впитывает в себя правила, философию и этику боевого искусства. Новые знания быстро проникают в повседневную жизнь, а их главным носителем и проводником является тренер. Мой тренер, ее зовут Анна Сергеевна, она очень хороший тренер. Она тренирует не одного человека, который ей понравился, она тренирует всех одинаково, как есть. Анна Сергеевна очень хорошая, добрая, не кричит, понятно объясняет материал. Мы пришли именно к Анне Сергеевне и влюбились, и я, и дочка просто с первого раза. Она крута, я так скажу, она профи и крута. Конечно, особую роль играет первый тренер. От него во многом зависит, какими будут первые шаги спортсменов тэквондо, как быстро он полюбит это боевое искусство и как глубоко воспримет его принципы. Наставник помогает почувствовать себя комфортно, прорабатывает все индивидуальные особенности своего ученика и направлять к достижению наилучшего результата. Именно таким педагогом является Заведеева Анна Сергеевна. В тэквондо еще уникален тем, что мы не ставим на таланты детей, мы ставим на то, что они ходят. И мы в них возогреваем вот эту, как сказать, жажду по спорту. И поэтому для меня они уже чемпионы, потому что они не сидят дома, а они идут на тренировку, они что-то делают, они тренируются, они трудятся. Тэквондо для детей – отличный выбор. Этот вид спорта поможет воспитать гармоничную и уравновешенную личность, повысить уверенность в себе, а также избавиться от агрессии и комплексов. Она разным ударом научилась. Она прям этим хвалится, она прям этим горит. Она приходит, показывает папе, они с папой устраивают спарринги. У них все очень активно, бурно обсуждается. Это очень классно, интересно, ей это очень нравится. И вот эта вся команда, состав детей прям очень нравится. Она очень стала свободная, она стала уверенная, не тихим голосом говорить, вот этого стеснения нет. Ну, все получилось спонтанно, как обычно это бывает. Увидели объявление на улице висящее, предложили ребенку, ну, хочешь заняться, и сводили на пробную тренировку, и она стала ходить. Вот, как бы танцы у нас и прочие виды спорта не особо пошли, а вот Тэквондо уже год занимается и нравится только путь. То, что девочка, да, тут немного другой подход, в отличие от мальчика, но если она выберет, это ее выбор, путь, я буду ее поддерживать в этом, конечно. То есть, ну, куда без травм, в спорте в любом будут травмы, там уже дело тоже заднее. Захочет черный пояс, будем стремиться к этому идти дальше и дальше. В основном дети, кто так агрессивно себя чувствует, это те дети, кто не тренируется, они насмотрятся всяких в гаджетах каких-то непонятных вот таких вот боевых искусств и начинают это все воплощать в жизнь. Те дети, которые у меня тренируются, они здесь выплескают всю свою энергию, все свои знания, поэтому они устают настолько, что им не хватает выйти на улицу и чем-то там щеголять. Важным шагом на пути к успеху в спорте является выбор спортивного клуба. Так как именно от этого зависят качественные условия, надежность, профессионализм и поддержка, что способствует достижению наивысших результатов. Эффект, ну, такое само по себе слово, оно выражает что-то яркое, неординарное, выдающееся. Ну, мы во всем с самого первого дня придерживаемся этого принципа. Мы, опять же, здесь можем выделиться своей стабильностью. Это наши залы. Мы здесь уже вот 7 лет, и с Тэквондо 7 лет. Мы здесь есть, мы здесь будем, и они всегда могут здесь привезти своего ребенка, и хотя бы знают, что в них не поменяется место, как это случается, к сожалению, во многих случаях. Тэквондо – это тот самый вид единоборств, который совмещает восточную экзотику, олимпийскую направленность, высокий уровень защищенности спортсмена, необычайную зрелищность с разнообразными нагрузками широкого спектра воздействия. Здесь и скорость, и сила, и растяжка, и акробатика. Поэтому попробовать свои силы в столь разнообразном виде спорта точно стоит каждому. А спортивный центр «Эффект» в этом поможет. Пробные занятия по всем дисциплинам бесплатно. У нас традиционно в клубе существуют скидки для детей из одной семьи. Если они посещают, например, два разных направления, мальчик ходит на тэквондо, его сестра на гимнастику или балет, то полагается скидка, она порядка 10% от абонемента ежемесячно. Также у нас есть такие дети, которые ходят сразу на две дисциплины, один ребенок, например, на тэквондо и на гимнастику. То же самое получается за абонемент скидка порядка 10%. Почему родители должны выбрать именно ваш клуб? Мы настоящие. А на сегодня это все. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и приходите в спортивный клуб «Эффект». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова